я просто вчера забыла сделала фото видео внутри я мама и бутика и забыла выложить и стерла к сожалению вот и кафтан я длинный купила который был она на витрине и купальник три бикини называется не не помню как называется когда закрытые купальники они были последние мой размер второй размер были последние в на манекене она сняла их с манекена эти обе чем-то напоминают бренд эмилия пуччи у меня был купальник эмили пуччи вот вот таких вот дизейнов но только розовый такой красивый был я так любила нежный такой купальник видеолуки покупала а вот это вот мне подарили сумку морскую на море и еще по если вы покупаете четыре вещи четыре вещи в я мамой пятая вещь бесплатно получается что они мне которые самые дешевые стоит дешевая цена вот бикини бразильер на четыре года бомбина 1695 она была мне подарена бесплатно или нет 4 плюс 1 промо 4 плюс 1 сейчас посчитаем вот эти вот две вещи уже сорок девять девяносто пять сорок девять девяносто пять это уже 100 потом я купила полотенце которые подарила с такой же расцветкой полотенца милиция потом такой же с такой же расцветкой купальник милиция раздельный купила бикини и будем вместе носить бассейне на море бабушка с внучкой он стоил 19 так 19 95 стол а правильно вот же 16 95 минус 16 95 один купальник был подарок как пятая вещь а сумка вообще была подарок хотя 20 евро стоит вот поэтому кто-то мне вот задала вопрос почему ты кафтан не купила кафтан я купила длинный последний смотрите какое раздолье цветов добрый день добрый день всем выбежала я без зонтика думала что уже закончился дождь а у наказа слепой дождь его не видно было из окна бегу к маникюрщицы новой молдаванки посмотрим как она сделает очень дорого намного дороже чем у всех но там красивая студия эстетика такая вся новая и будем посмотреть как говорится я у нее хочу сделать франц французский маникюр гель и корни волос так и не успела я покрасить вчера вообще не вышла лежала целый день под одеялом сегодня утром проснулась чуть-чуть болело горло сразу же сделал сделала спрай tantum verde мне вот всегда tantum verde помогает от горла за один день проходит но у меня за час прошло ничего не болело но вот чувствовала что начинается какое-то заражение какой-то болезнь какая какой-то вирус в горле съела две таблетки карамельки бенактив извините за голос потому что бежала там где нет вот таких вот портичи я не пришлось бежать потому что потому что не хочется чтобы промочилась из-за дождя сумка там все такое вещи кашемировая кашемировая кашемировый кардиган я сегодня прямо аксине аксине из тихого дона все равно вот жарко какой-то душный дождь летний надела платочек на голову на волосы не платочек а ту или эрмес шелковый чтобы спрятать отросшие корни и волос это такие у меня маленькие труки как говорится по-итальянски чтобы замаскироваться из-за дождя мало народу хоть и суббота сейчас попробую показать вам себя истинная казашка всем доброе утро так что никак не наступит лето еще десять минут у меня есть я пунктуальная сейчас прибегу как же я не люблю вот так вот опаздывать а ведь проснулась всем утра даже в 6 45 какой-то 6 45 проснулась и все равно капуша капуша все равно с опозданием бегу на ноги надела свои старые кроссовки луи виттон кожаная насколько помню по моему называется бора-бора что я еще сегодня за завтраком я вам рассказывала что за завтраком всегда смотрю новости италии как они устраивают дискуссии дебаты целое утро политики писатели журналисты между собою каждый день сидят и и дискутируют насчет этой войны и как бы теоретически рассуждают выгодно ли делать санкции кто от этого больше потеряет получается по реальным фактам теряют пока бизнесмены импредиторы промышленники италии я только за италию рассказываю а за другую европу не буду рассказывать потому что их новости не смотрю я сейчас конечно вложу два-три кадра из этих программ на итальянском языке но все равно вот я вперед рассказала вот сегодня например показали мурану если вы знаете мурану это муранское стекло до около венеции остров где делают красивые стеклянные скульптуры хозяин этого этой фабрики муранского стекла рассказывал что вынуждены были отключить несколько печей так как у них не хватает сырья вот этих вот которые они брали покупали российское сырье и и вчера и сегодня в общем каждый день какой-нибудь предприниматель выступает показывает свое предприятие что они в минусе все из-за этих санкций россии это все констатация факта я как бы рассказывают то что на самом деле реально случается случилось в италии в общем конечно еще есть печальные новости то брат свою родную сестру отправил на тот свет перед соседями и перед мужем с балкона который смотрел что самый интересный муж не побежал защищать вот любой наш мужчина наш из бывшего советского пространства любой бы побежал бы по лестнице вниз стрелой чтобы защитить свою жену от ножевых ударов да а он рассказывал на следующий день я смотрела эту в ю тубе две минуты эту программу вырезку этот муж вдовец у которого жену отправил на тот свет с помощью ножей ножевых ранений много родной брат спокойно стоит и рассказывает что он закрыл дверь так как испугался за жизнь их маленького сына и и позвонил скорую помощь и полиции вот немножко меня вот странно вот это вот поведение итальянцев странное прямо вот у них как будто вот ну может сработал инстинкт отца ой что-то отключилась может сработал у него инстинкт отца защитить своего маленького сына он наверное подумал уже все жену не спасти хотя бы спасу сына но все равно вот странно потому что не знаю я как бы я поступила бы на его месте надо наверное всегда побыть в таких стрессовых ситуациях таких чудовищных минутах побыть на их месте боже мой этот дождь не собирается останавливаться и представляете я вся промокну портичи закончились я уже рассказывала что в средние века весь центр строился тогда еще не знали что такое зонтики и построили эти портичи чтоб под дождем не промокать народу подаванцам итальянцам ну во всяком случае я так услышала одна я без зонтика иду все в зонтиках под зонтиком то есть вот такие вот новости а этот который архитектор свою жену своего сына своего 16-летнюю дочь всех ой-ой-ой не могу говорить это слово молотком там всякими плоскогубцами в общем свою жену 56 лет ему 57 лет и свою дочку красивая такая синеглазая блондинка 16 лет они на месте там погибли а сын остался жив но в реанимации 23 года ему сделали операцию на голову бил по головам прямо молотком родной отец я не знаю что происходит и каждый день такие новости в италии каждый день потому что вот насчет того брата который суд свою родную сестру да вот сколько оказывается было заявлений карабинером а все равно вот ничего не сделали и все такое короче пока гром не грянет мужик не перекрестится это наверно про работу карабинеров и полиции даже вот прокуратуры и судебных процессов это у меня наверно все стекло промокло и такой туманный туманные виды облачные но ничего страшного хотя бы увидите что но зато через неделю будет 30 градусов девочки в тренчах 30 градусов будет жары а на следующей неделе 27 градусов значит я должна сейчас бежать сюда ой уже 10 часов девчонки побежала всем здоровья и добра а